Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня делюсь рецептом очень вкусных, великолепных, фаршированных баклажанов. Блюдо получается сочным, ароматным, с аппетитным внешним видом. Может быть как горячим блюдом, так и закуской в остывшем виде. Украсит собой не только обычный семейный ужин, но и праздничный стол. Обязательно приготовьте при случае и попробуйте, тем более все делается очень просто. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Для этого блюда хорошо подходят баклажаны среднего размера. Мою, обсушиваю, хвостики не отрезаю. При помощи овощечистки снимаю тонкую полоску кожицы. Отправляю в духовку, разогретую до 180-190 градусов. Минут на 25-35. Все зависит от размера баклажанов. Они должны стать хорошо мягкими. Тем временем на растительном масле обжариваю лук. Затем добавляю тертую на крупной терке морковь и обжариваю все вместе. Кладу фарш. Подойдет любой. У меня свиноговяжий. Размешиваю и дождусь, пока он посветлеет. Доводить до готовности не нужно. Теперь можно положить чеснок. Его я тру на крупной терке. И резанный болгарский перец. Соль и специи по вкусу. Перемешиваю и выключаю. Далее беру кусочек желательно черствого батона. Можно взять и белый хлеб. Для удобства раскрошу в чашу блендера и измельчу в крупную крошку. Примерно вот так, не очень мелко. Помидоры нарезаю кубиками и отправляю к уже немного остывшему фаршу. Кладу сыр, тертый на крупной терке. Хлебную крошку. Немного надо оставить. И резаную зелень. Перемешиваю. Все, начинка готова. На баклажанах делаю надрез, не доходя ножом до дна и не доходя до краев. Аккуратно раздвигаю мякоть, чтобы образовалась полость для начинки. Друзья, на моем канале уже есть много рецептов с баклажанами. Ссылки смотрите под видео. Наполняю овощи начинкой, при этом достаточно плотно утрамбовываю. Сначала заполняю углубление, а потом буду укладывать сверху, чтобы образовалась горочка. Отмечу, что при желании вы можете добавить в начинку острый перец или молотые грецкие орехи. Также можно сделать начинку без мяса с одними овощами. В общем, экспериментируйте, здесь есть место для фантазии. В оставшиеся хлебные крошки добавляю столовую ложку растительного масла. Перемешиваю и обильно посыпаю баклажаны. Опять отправляю в духовку еще минут на 20-25. Пожалуйста, ориентируйтесь по своей духовке и на степень мягкости баклажанов. Баклажаны готовы. Как я уже говорила, они очень хороши как в горячем, так и в остывшем виде. Лично мне больше нравится второй вариант. Подавать их можно просто так, а можно с каким-нибудь соусом. Такие баклажанчики очень удобны для порционной подачи. Вы только посмотрите, какая красота! Очень аппетитно! Сами баклажаны получаются нежными, мягкими, наполненными щедрой порцией сочной и ароматной начинки с хрустящей хлебной крошкой сверху. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть, смотрите и другие не менее интересные рецепты. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!